Привет! Немного о гиперэкстензии или наклоны через козла. Сделаю сегодня со штангой и без и покажу небольшие особенности. Смотрите! Смотрите продолжение в следующей серии. Что можно сказать? Наклоны, в принципе, корсет нужно укреплять. Это пресс и, конечно же, наклоны. Поэтому в любом арсенале тяжелоатлетического спортсмена тренировки должны быть наклоны то ли со штангой и со стоек, то ли через козла. Я их делаю со штангой не больше 20 кг. Какой бы я сильный ни был, но 20 кг для меня предел. Но я делаю их с маленькой особенностью. Быстро поднимаюсь вверх, делаю остановку и медленно опускаюсь вниз. Опять же, быстро вверх и опускаюсь вниз. Также добавляю еще в конце, после того, как поработал со штангой, добавляю еще боковые движения для того, чтобы отработать именно косы. Корсет нужно укреплять. Поэтому неважно делать много килограмм. Можно делать меньше, но делать их с определенной остановкой и правильно. Поэтому сейчас покажу, как их сделать. Остановка, задержка и медленно опускаемся вниз на выдох. Опустились, вдохнули, выпрямились. Опускаемся, выдыхаем и опускаемся вниз. Расслабляемся. Резко вверх и опускаемся вниз. Плавно. Чем плавнее, тем лучше. Опускаемся вниз. Попробуйте. Уверен, что больше десяти раз, если вы сделаете, то вы почувствуете очень приятное ощущение после этого упражнения в спине. И уверяю, просто нет смысла делать больше. Делаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова